МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такой вот замечательный весенний танец от наших сегодняшних гостей. Говорим сегодня о танцах и не только. Сегодня у нас в гостях. Сегодня у нас в гостях представительница замечательной студии танцев Старкидс и руководитель этой студии Анастасия Шевчук. Доброе утро. Доброе утро. Вы прямо раскрасили сегодня нашу студию своими наградами, нарядами. Как ваше утреннее настроение? Шикарное утро, прекрасная погода. Что можно сказать? Скажите нам о том, какие мысли возникают у хореографа с утра. Вот певцы, например, с утра просыпаются и думают, звучит ли у них голос. Синоптики просыпаются, первым делом подбегают к окну, смотрят, какая там погода, сбылся ли их прогноз или нет. А о чем думают хореографы с утра? Думают, как дети сегодня станцуют, какой номер поставить, ищут музыку. Как и певцы, они смотрят, что же спеть, какой же новый репертуар будут танцевать дети. Наверное, об этом каждое утро. Да, но мы напоминаем, что у нас еще сегодня в гостях наши маленькие, миленькие гости. Это у нас Диана Ким, участница студии танцев Старкетс, и Василиса Танконогова, верно? Дети, которые принимают участие в международных масштабных конкурсах. Доброе утро. Доброе утро. Как ваши дела? Отлично. Не трудно утром просыпаться так рано? Иногда бывает трудно, но если собраться силами, конечно же, легко. Вот такая мотивация. Ну, конечно, мотивация для всех. Многие взрослые люди не могут с утра нормально проснуться, а тут такие юные звездочки уже с утра в тонусе показали нам свой классный танец и активно отвечают на вопросы. Скажи, пожалуйста, творческие навыки, которые ты получаешь в студии Старкетс, они помогают как-то тебе в школе? Может быть, ты принимаешь участие в мероприятиях, в конкурсах, танцуешь на всех концертах? У нас был, например, новогодний конкурс, я, к сожалению, смогла пойти, предлагали, получается, танцевать, я, к сожалению, не смогла, потому что я не смогла чуть-чуть прийти. Были другие мероприятия. Все понятно. Анастасия, скажите, пожалуйста, ваш первый выход на сцену, он был какой? Он вам запомнился? Да, меня отвели в ансамбль в три года и в четыре с половиной у нас был первый танец в ансамбле Шатык. Поэтому, конечно, первый выход был знаменательный, это для всех. И запоминающий, да? Да, конечно. Первый танец, первый выход на сцену, полный зал народу, как справляться с волнением, это было тоже очень интересно. Вы руководитель в целом студии Кит Старк, и вы стали уже, мне кажется, психологом, потому что с ранних лет вам приводят деток, обучают. Скольких лет вы набираете себе в группу? С трех лет. С трех лет? С трех лет начинается тестирование, приводят совсем малышей, потом они растут. Вот Василиса пришла в четыре года, поэтому она может дать информацию, как это было, что это было. Ну и, конечно, да, иногда детки, бывает адаптация, бывает, что они не совсем захотят зайти в зал, потому что там же нужно заходить без мамы и без папы. То есть это же тренировка, это же надо трудиться, и для этого нужно работать. Так, Василиса, да, спросим у Василисы, сколько лет ты уже занимаешься танцами? Не сложно тебе? Нет, совсем не сложно. А вот когда первый раз ты зашла в студию, в зал, тебе понравилась репетиция, или ты подумала, господи, куда ж меня привели, я не хочу здесь быть, я уйду-ка я отсюда вообще? Ну, я думала, что еще я первый раз здесь, и в четыре года было чуть-чуть трудно еще. А сейчас тебе сколько лет? Сейчас мне уже семь. Уже семь лет, уже больше трех лет занимается танцами. А ты видишь свою жизнь без танцев? Ты можешь представить, что в твоей жизни танцев нет? Я это не могу просто не представить. Ничего себе, вот это стремление к профессионализму, это действительно похвально. Анастасия, у Вас до скольки лет дети занимаются? Какой максимальный возраст? Ну, на данном этапе 13 лет самой старшей детки. Потом они растут, развиваются. И с трех до 13 лет вот эти прекрасные дети завоевали вот просто невероятное количество наград у нас здесь. Вот я даже не знаю, сколько медалей лежит, их посчитать действительно тяжело. Вот она на глаз тем более определить. Это одного ребенка медали. Это одного ребенка? Серьезно? Ничего себе. Надо это показать, это надо вот взять на руки и вот просто, чтобы... Это вот Дианочки. Это все твои медали. Ничего себе, тебе не тяжело все это с собой носить? А зачем их носить с собой? Показывать всем? Ну, они красиво вестят на стенке, а тут люди показывают только если. А тут мы продемонстрировали награды на всю страну. Действительно, это достойно аплодисментов. Браво! А давайте мы кратко поговорим о кубках, которые вы нам принесли. Какие из них международные? Ну, смотрите, здесь международных с собой нету, но они в студии. Ну, как правило, мы взяли самые такие, которые знаменательные, то есть и со звездой. И вот новая звезда была, тоже очень красивый кубок. Вот в том году был конкурс. Вот Алтын Бала с недавнего конкурса был. И конкурсы очень много, и кубков тоже очень великое множество. Просто нести их с собой. Самые такие, которые выделяются, наверное, среди всех. Поэтому вот. А так в Алмате тоже красивый кубок. Но он действительно очень большой, просто его тащить было неудобно. А так, конечно, можно и с собой взять. Касательно Алматы поговорим. Там прошел конкурс. Как все это было? Как вы туда попали и как все прошло? В Алмате мы были три года назад. Вот мы собираемся сейчас поехать в Алмату в сентябре или в октябре. То есть мы планируем поездку. Вот так как многие сейчас ездят. Но конкурсы там чуть-чуть другого уровня. Вот подготовка там тоже чуть-чуть другого уровня. Главное подготовиться и с достоинством представить нашу страну, конечно. А так, такие доброжелательные организаторы всегда идут на компромиссы, что дети приезжие очень ждут, любят, встречают. Ну и свою республику было бы хорошо представить с первыми местами. Мы над этим работаем. Но действительно, студия Старкист достойно представляет Кыргызстан как на республиканских конкурсах, так и на международных. Сейчас мы хотим вам провести небольшой интерактив. Да. Мы хотим выяснить, кто уже может считать себя танцором, который прошел огонь, воду и медные трубы на сцене. Интерактив абсолютно несложный. Мы будем вам говорить утверждение. Если у вас это случалось, Анастасия у вас тоже, девчонки, мы с вами тоже будем играть. Да. То если у вас это случалось, вы просто поднимаете руку. Желательно даже не поднимать руку, давайте сделаем так. Мы будем загибать пальчики. Было-не было. Было-не было. Загибаем пальчики и задаем вопрос, и вы отвечаете, было-не было. У нас как раз 10 утверждений, на обе руки хватит. Хорошо, попробуем. Итак, поехали. Давайте, может, микрофончик вот сюда положим, чтобы удобно было пальчики загибать. Итак, поехали. Первое утверждение. Опоздала на концерт и вышла прямо перед самым выходом на сцену. Да нет, конечно, не было. Не было. Но вы тогда пальчик не загибайте. Было ли такое, что вы пошли на репетицию без воды и просто умирали от жажды? Нет, тоже не было, потому что всегда с собой. Забыла сменные обувь и танцевала босиком? Нет, всегда чешки, туфли в зависимости от номера с собой. Девчонки у вас было? Не было. Надела тот костюм и вышла не так на концерт. У меня лично не было. На концерте у детей бывал такой единственный случай, когда перепутали костюмы. Но у Василиса с Дианой, видимо, не было. Нет, были чуть другой план детей. Понятно. А было ли такое, что вы забывали движение танца во время исполнения на сцене? Прям Василиса засмеялась. Прокомментируй, пожалуйста, как это все было. Ну-ка, на кого сейчас? Редко бывало так. Ну, бывало. Бывало. Но там уже им провязаться. Ну, отвечаем же, честно. Да. Нет, пристраиваемся к другим. Ага, там уже включается косоглазие, уже смотрим, ага, что там у меня слева. Ну-ка, я ногой сделаю так же. Примерно по такой системе все работает, да? Скорее всего. Прекрасно. Бывало ли такое, что в один момент почувствовала себя звездой и решила, что танцую лучше всех? Нет. Дети, а у Вас? Нет. Не было? Ну, прекрасно то, что звездной болезнью никто в этой студии не страдает. Едем дальше. На каждом концерте раздавала всем свои невидимки и косметику. Бывало. Вот это бывает. Это часто. Тогда загибайте пальчик. Так. Не обращали внимания. Не обращали внимания. И вообще как-то было совсем пофиг. Главное качественно показать танец, да? Вообще здоровый пофигизм, это, наверное, хорошо. Вовремя не растеряться. Это ведь потрясающее качество. Едем дальше. Танцевала поперек ритма. Было такое у вас? Нет. Мы стараемся слушать музыку и отрабатывать четкие такты. Потому что не у всех детей в раннем возрасте есть прям идеальный слух. Его надо разрабатывать. У кого-то это получается, у кого-то нет. Кому-то это просто дано, кому-то нет тоже опять же. Поэтому здесь уже, но стараемся максимально отточить движение в таком случае, чтобы было четко. Я сейчас смотрю на Василису и по ее глазам чувствую то, что она вспоминает. Ага, вот в том-то танце у меня было такое то, что... Я с ритма сбилась, но продолжала при этом поперек. Или не было? Это же Василиса. Не было, видите? Считаете ли вы, что танцы это важная часть вашей жизни? Самый последний вопрос. Да. Если бы не танец, девочки, вы во сколько пришли? Диан, ты во сколько пришла? Я пришла в пять. В пять лет пришла. Сейчас тебе сколько? Вообще почти восемь, через восемь дней уже будет как-то восемь. Так я сейчас, мне пока что семь. Не представляешь свою жизнь без танцев тоже. Как Василиса. Василиса тоже, да? Василиса уже прокомментировала. В этом году... Держи, держи, держи микрофон. Пусть он у тебя остался. В этом году вашей студии исполнено с пять лет. В том году. А, в том году, извиняюсь. Да, вы дали большой концерт. Давайте поговорим о концерте. Как все прошло? Какая подготовка была к этому дню? Ну, подготовка к концерту всегда волнительна. То есть, большое количество номеров. Номера обычно мы стараемся поставить новые к концерту. То есть, мы стараемся не оставлять максимум это один-два номера, которые дети танцевали. Остальные номера мы ставим специально к концерту. Там, да, была и военная тематика. То есть, разносторонние номера, и эстрадные, и акробатические. То есть, старались разносторонне раскрыть студию. Номеров было 25. Ого! Вот. Ничего себе. И, как бы, старались делать максимально. Потому что первый юбилей, в общем, был и торт, и шары, и все, что могли. Замечательно. Ну, концерт действительно был насыщенный, потому что я присутствовал на этом мероприятии. Все события студии StarKids, они отвечают названию этой студии. Действительно, они звездные, они яркие, запоминающиеся. И следующий вопрос. Над каким событием сейчас работаете, к чему готовитесь? Работаем над отчетным концертом, который пройдет в первых числах июня. Вот. Также, как я уже ранее сказала, поездка в Алмату. Вот. В сентябре, в октябре. Ну, а так, летние каникулы. Достойно провести концерт. Потом у детей экзамены, зачеты, и отпускаем на каникулы. А в августе возобновляем работу, и уже готовимся к сборам. Уже все прописано. Ну, как правило, это заблаговременно, да, детство, потому что нужно подать заявки. Опять же, на концерт нужно, например, прописать звукозапись, ну и так далее. Разные моменты сценарные, вообще по костюмам. Есть информация, что вы недавно приняли участие на ярмарке, посвященном празднику Нурус в Ташарапате. Да, 20-21 марта в Ташарапате проходила ярмарка, дети представляли студию с семи номерами, то есть в основном было соло-дуэты, вот, и много народа смотрело. Девочкам очень нравится выступать, когда это не только конкурсы, а мероприятия разных уровней, и фестивали, и концерты, ну и ярмарки в том числе. Девчонки, вопрос сейчас к вам. Доводилось ли вам когда-нибудь ставить танец? Или пока еще не было такого? Нет. А в будущем планируете стать хореографами? Ну, я да, я тоже. То есть планы на перспективу есть. Ну, как правило, многие дети мечтают, потом уже смотрят, конечно, к чему они склонны, вот, и далее уже развивают свою судьбу. Вот сейчас был все-таки важный вопрос, который должна услышать, мне кажется, вся страна, потому что эти лица наверняка запомнят наши телезрители. Девчонки, сейчас в микрофон, пожалуйста, скажите, готовы ли вы стать хореографами в будущем? Готовы. Готовы! Отлично, теперь все мы это зафиксировали. Ждем наших новых звездочек на хореографическом поприще. Да. Если говорить о начале вашего пути, вы тоже хотели стать хореографом? Или вы просто пришли как танцовщица? Нет, я не собиралась стать хореографом, мне нравилось заниматься, вот, это были яркие годы в жизни, конечно, бесконечный концерт, у нас проходило по 5 концертов в день, то есть концерты длились и 7, и 8, и также разные площадки разных уровней, но я не планировала. Потом со временем, когда уже ближе к окончанию школы, да, пришло такое осознание, когда я пробовала поставить танец, мне это понравилось, публика восприняла детей хорошо, ну, а публика это самые важные зрители, судьи это хорошо, вот, но, наверное, зрители самые активные участники, которые принимают детей, и ты видишь, что значит это все не зря. И вот как-то сложилось такое мнение, что может быть попробовать, и далее студия начала процветать, и в дальнейшем работаем над этим. Ну и сейчас мы, конечно же, желаем вам дальнейшего процветания. Спасибо. Уважаемые телезрители, приглашаем всех на концерт студии Star Kids, можете следить за предстоящими событиями в Инстаграме, много интересных концертов впереди, спасибо огромное, что сегодня пришли к нам. Можно одну минутку, у детей есть небольшие презенты вам, и они хотели бы сейчас их вручить. Можно? Позвольте. Ого! Ничего себе! Вау! Спасибо большое! Держи! Спасибо большое! Как раз после зарядки отлично будет подкрепиться. Я напоминаю то, что у нас были представители студии Star Kids, руководитель Анастасия Шевчук и замечательные воспитанницы этой студии Диана Ким, а также Василиса Танконогова. Ну а прямо сейчас, дорогие дамы и господа, спасибо вам! У нас интересный сюжет! Субтитры создавал DimaTorzok